Шалом, друзья! Девятая лекция посвящена научной картине мира. Будем с вами говорить о том, как ученые формируют те самые представления мирозданий, которые впоследствии называются просто здравым смыслом, само собой разумеющимся и так далее. То есть, как ученые влияют на главнейшие парадигмальные сдвиги в массовом сознании и что из этого получается. Итак, научная картина мира. Ну, во-первых, не научная, а просто картина мира как таковая. Достаточно популярная, хотя, на мой взгляд, устаревшая и вообще ненужная понятие, потому что есть понятие мировоззрения, есть понятие ментальности, менталитета, в школе нам их нужно различать. Ну, картина мира это некий такой более устойчивый концепт. То есть, чем научная картина мира отличается от просто картины мира? Судя по логике современных авторов учебников по КСЕ, тем, что в научной картине мира превалирующее значение имеют именно ученые. А просто в картине мира различные шаманы, экстрасенсы, какие-то традиции, обряды, предания и прочее влияют на наше поведение ничуть не меньше, и даже и больше, чем непосредственно ученые. Так что, ну, в данном случае, в обоих случаях, и в случае картины мира, и научной картины мира, мы говорим о том, что это некая схема, концептуальная схема, которую человек понимает, осознает, это раз. Во-вторых, она формирует его ценностные предпочтения, это два, а на основе ценностных предпочтений возникает уже определенное поведение человека, это три, а из определенных актов поведения формируется цельная деятельность, это четыре. Таким образом, вот что такое научная картина мира как таковая в поведении нашем. Редко кто из нас может похвастать тем, что у него есть целостное миропонимание, которое еще и там систематизирует или синтезирует какие-то знания. Но, как правило, только у психически больных или каких-то нездоровых людей, находящихся в состоянии стресса, поведение предшествует осмыслению. Всякий нормальный, здоровый человек сначала думает, а потом действует. А на наше думание влияют наши ценности, поэтому ценности ориентируют думание и действие. Вот так, вот в этом смысле картина мира и важна. Какие они бывают, собственно, картины мира? Данное концептуальное распределение весьма устаревшее. Оно было в учебниках косые, когда этот предмет только появился, и был на пике популярности. Но и до сих пор, пока никто ничего нового не забрел, коли уж зачем-то часы по этой дисциплине впихивают в образовательные стандарты. Итак, мифологическое и религиозное, самое главное интересный водораздел между ними, поскольку религия в противовес расхожему мнению не является делом традиционным. Религия – это новшество, ноу-хау, которое было изобретено для того, чтобы, по словам блаженного Августина, восстановить прерванную связь с божеством. Многие послания апостола Иоанна Богослова в Новом Завете также повествуют нам о религии в этом смысле. Изначально святочка былась, но святочка-то порвалась-то. Изначально Боженька ходил между нами, мы его видели, общались с ними или с богами, или какие-то духи, еще до того, как заматерели в какой-нибудь терракотовой армии между нами ходили, и в каждом дереве жила русалка, а в каждом поле жил какой-нибудь дух, а в каждом доме жил домовой, в каждой бане банник. Это мифологическая картина мира, или иначе традиционная. Религиозная приходит ей на смену. Если в мифологической картине мира ключевых пунктов это два, это миф и традиция. Миф это установка, в которую верят и не критикуют. И все. Мифы бывают и религиозные, и околонаучные, и политические, и социальные, и самые разные. Но миф не критикуют. Миф это как бы призма, сквозь которую человек смотрит. И это уже обусловленность модели мышления человеческой. Об этом я говорил в самых первых своих лекциях. Так что мне кажется, что мифологическая картина мира, она может существовать и в том числе у современного человека. Если я займусь и развенчаю все его мифы, он заново быстренько себе наконструирует какие-нибудь новые. Потому что дело здесь в самом пункте отношения. Которые пункты это традиция или предание, традицию передаю. То есть какие-то пункты, которые из поколения в поколение передавались. Логика традиции. Если какое-то общество смогло выстоять против природы других обществ, значит у него есть чему поучиться. Раз наши предки смогли дожить аж до такого времени, что они смогли породить нас и воспитать, и еще передать нам свой запас знаний, значит они были реально крутыми чуваками. Значит они действительно имели то, что помогло им аж больше 40 лет прожить, и мы этому у них учимся. В этом смысл традиции, предание, оно передает сложившийся рецепт, который действовал в определенных условиях. И если условия не меняются, рецепт будет действовать и сегодня. Религиозная картина мира. В отличие от мифологической, она, во-первых, непротиворечива. В ней все, как говорят, неохиты разложены по полочкам. Во-вторых, в ней нет перекрестов каких-то. Как в мифологической картине мира, где есть такие боги, духи от них нужно задабривать, других нужно пугать наоборот. То в ней есть четкая система отношений к каждому из компонентов мироздания. Ключевой момент религиозной картины мира это вера. Убежденность, которая не требует доказательств. То есть именно какое-то сверхъестественное озарение, которое может быть испытали основоположники религии, мы его испытать не сможем. Они не предложат нам какие-то особые галлюциногены, которые они употреблялись, и с чем-то перед ними разверзались облака, и они видели там колесницы различных зубастых херавимов и прочее. Нет, они нам только рассказывают то, что они видели, слышали, чувствовали. А мы этому должны это принять, должны. И вот вера, как врата восприятия, нас заставляет просто довериться этой картине мира, впустить ее в себя. Вот, что такое вера. Убежденность, которая в принципе не может быть доказана. Она может иметь определенные доказательства, которые имеют чисто дидактическую или миссионерскую направленность. Но сама по себе вера, как писал апостол Павел в послании к евреям. Так, одну секунду. Убежденность в невидимом, как в видимом. В 11 главе послания апостола Павла, если это был апостол Павел, к евреям. И вот на этом все строится. Религиозная картина мира отличается абсолютно систематизацией. Это является главным пунктом религии. В религии не столь важно, какому именно Джозефу Смиту или какому именно Иисусу Иосифовичу явилось какое-то откровение. И в какой палатке, каким образом неграмотному человеку, какой-нибудь архангелу надиктовывал священную книгу. Нет. Здесь самое главное именно система. Каждый счастлив, что все знает. Начиная от высших метафедических вопросов и заканчивая конкретной пищевой дисциплиной в конкретное время суток. Религия охватывает все. Значит, если ученые в религии, ну безусловно, в эпоху господства религии все ученые были религиозниками. Говоря о христианской эпохе, в особенности католическом мире, все они были священниками, все они были монахами. Некоторые, как Николай Кузанец, даже до кардиналов дослуживались. Но и свои открытия потрясающие. Они, во-первых, должны были сами согласовать со своей религиозной картиной мира. Они не были, никто из них, ни атеистами, ни безбожниками. Ни коперник, служка в католическом храме, ни монах Джордана Бруна. Они все были религиозными деятелями. А во-вторых, они должны были изложить это так, чтобы, а, поняли все остальные верующие, б, по возможности разминуться с великим инквизитором. Философская картина мира. По очень нравящемуся мне высказыванию философа Гегеля, философ не правит миром, но они создают представление, а представление правит миром. Собственно говоря, верно это или нет, ну, весь 20-й век показывает нам борьбу грандиозных концепций. Адам Смит против Карла Маркса. Владимир Ленин против Кейнса и Хайка. И Поппера впоследствии. Мао Цзэдун против всего остального человечества. Так что грандиозные, большие рассказы 20-го века были философскими в самих своих основах. Хотя Маркс баловался экономикой. Карл Поппер очень серьезно изучал науку и был ученым, ученым естествоиспытателем, но все-таки в первую очередь они были мыслителями. Для философа главное в его концепции внутренняя непротиворечивость, логическая непротиворечивость, а не соответствие фактам. Как тот же самый Гегель шутил. Если моя теория расходится с фактами, тем хуже для факта. И до сих пор философская картина мира, она очень во многом определяет для людей многое. Хотя сегодня общество испытывает философобию. Многие любят издеваться над философами. Как рэперы из Анаконоса позвали их всех бомжами. Значит, возможно, это и действительно так. Хотелось бы даже, наверное, чтобы так было хоть чем-то отличиться от всех остальных обывателей. Но так или иначе, те философы сегодня правят миром, которые являлись и являются философами науки. Как те же самые Карл Поппер, как Томас Сэмуэл Кун, как Норберт Виннер, например, как Илья Пригожин. Значит, потому что все-таки наука выходит на первое место в наше время. Когда факт единичной явления природы зафиксировано и введенное в системную взаимосвязь с другими явлениями. Не только и не столько в уме ученого. Особенность мышления ученого в том, что оно является открытым, в отличие от философского мышления. Нельзя быть марксистом больше, чем сам Маркс. Ну, как Маркс когда-то шутил, читая труды русских социал-демократов. Если это марксизм, то я не марксист, шутил сам Карл Маркс, когда народовольцев всяких изучал. Но на самом деле, потому что Маркс лучше знал то, о чем он говорит, чем все его ученики. А вот ученый совершенно иначе. Он допускает возможность своей неправоты. Он открывает свое мышление, впуская в него других людей. Он делает его прозрачным, свою систему ценностей. Не мышление, а систему неценностей, а систему открытий и их связанности. Для того, чтобы другие люди могли войти, расширить, облагородить и переустроить эту систему. И сделать ее более удобной, более выживабельной. Вот в этом смысл естественно научной картины мира. Формируется она как картина мира. Начала формироваться приблизительно в 17 веке, приблизительно в Великобритании, которая тогда была родиной всех мировых наук. Но как именно картина мира, вряд ли она когда-то сложилась. Если она и складывается как действительно научная картина мира, лишенная всяких бэконовских идолов, авторитета, гиперболизации и всего остального, языковых игр. Если она и складывается как действительно научная картина мира, в которую только ученый нам определяет, что из ху, то, наверное, только в наше время. Бог о бок с вопиющим барбарством и мракобесием. Чем научные картины мира объединяются? Ну, во-первых, человек является частью этого мира. Во-вторых, в любой научной картине мира представлено то видение науки, которое было свойственно основателям этого взгляда. Они не могли перепрыгнуть через свою собственную голову. Они не смогли догадаться до того, что было им неведомо. Мы иначе бы догадались, концептуализировали бы свои гипотезы, но нет. Они все выстраивали определенную понятийную схему. И для того, чтобы овладеть этой картиной, нужно было владеть этими терминами. До сих пор у нас расхожим являются чисто научные термины, на которые мы зачастую даже не обращаем внимания. Допустим, микроб, инфляция и так далее. То есть речь идет об определенном категориальном аппарате. Ну и ключевой момент, конечно, научная картина мира должна быть попыткой систематизации определенных знаний, определенных фактов, открытых и изученных человек. Вот общей научной картины мира на самом деле не бывает. Потому что, когда ученые, например, стали смотреть на мир как на гигантский магнит, и им стало непонятно представление их предшественников, которые видели мир огромной, большой машиной, заводной наподобие часов или средневековых роботов, которые писали письма или ходили по башенке вокруг часов. Или, к примеру, сегодняшнее представление о мире как об огромном термоядерном реакторе, или как о каком-то потоке, несущемся в разные стороны. То, конечно, ученые в научной картине мира самое главное – это первичный взгляд. И если я вижу мир как магнит, конечно же, здесь дело в моем видении, которое я уже потом начинаю концептуализировать, изобретать различные понятия. И те, кто видят мир, например, как-то иначе, например, как немагнит, разумеется, я их не пойму, я их не прочитаю, я не смогу интегрировать во всей полноте их знания свою картину мира. И они, мне самое главное, будут казаться ущербными по одному простому параметру, поскольку они были до того, как я мир увидел иным. Зачем научная картина мира нужна? Вопрос, наверное, столь же глупый, сколь и часто задающийся. Ни зачем она не нужна, научная картина мира? Ученый не может иначе быть, иначе видеть. Он формирует свое представление. Если он действительно удачно связал факты в систему, то его видение становится заразным. И инфицирует других интеллектуалов сначала в его же области, в лучшем случае сначала в его же области, а потом в смежных областях знания, а потом выходит и в междисциплинарные пространства и заражает даже тех людей, которые являются далекими от науки, у философов, например. Вот как она формируется. Поэтому вряд ли ее кто-то формирует целенаправленно. И слава Богу, не надо целенаправленно формировать научную картину мира. Но лучше нужно формировать научную этику целенаправленно и заниматься наукой с чистыми руками, горячим сердцем и холодным умом. Это самое главное, что научной картины мира требуется. Итак, на прошлом, в прошлой лекции я рассказывал о том, что есть природа с точки зрения науки, про основные принципы бытия природы, о том, что нельзя воспринимать природу как просто совокупность какую-то, или даже наоборот как несовокупность, а каждый отдельный элемент рассматривать как целостный, и не связанный со всеми остальными. И о том, что нельзя рассматривать человека в отрыве от природы. И наоборот, нельзя рассматривать человека как абсолют природный, в котором все природные процессы заключены. Потому что обратной стороной этого станет антропоморфизация природы, рассмотрение по аналогии с человеком, с целями, задачами человеческими, которые мы обычно ставим. Также нельзя рассматривать природу в данный момент, как то, что мы видим. Мы должны рассматривать ее в развитии, в постоянном эволюции, и в то же время не должны допускать какой-то закономерности в этой эволюции, какую-то внешнюю, наблюдающую, контролирующую, движущую силу эволюции, которая заставляет ее осуществлять. Нужно помнить, что хаос является такой же силой природных процессов, как и упорядочивание, и случайные связи, тупиковые формы, регрессивные какие-то образцы, какие-то дегенеративные представители являются точно такими же элементами развития природы, как эволюционные, новые, более приспособленные, выживабельные, могущественные, самоутверждающиеся и самоорганизованные природные формы. И, с другой стороны, мы не должны рассматривать эволюцию как остановленный процесс, он движется, природа развивается, вот один коронавирус нам прекрасным показателем мировой эволюции, только являются которым даже священники согласились, засев по домам и надев на себя маски, и прекратив подавать всем кресты и свои длани для лабызания. Так что это основные принципы, и опять же, даже само сведение природы к этим принципам тоже является ошибкой, потому что это те принципы, которые мы можем, видим и можем артикулировать. Природа больше, чем то, что мы видим. Но мы не можем прыгнуть выше своей головы, поэтому используем свою ограниченность как наш капитал и говорим о том, что видим. На прошлом занятии я также рассказывал о фундаментальных научных принципах, которые всех ученых мира делают учеными, и отделяют от бесконечного количества шарлатанов, прохиндеев, жрецов, инсинуаторов, миссионеров, каких-нибудь там хитрых. То, что заставляет ученых заниматься одними и тем же делами, находить общий язык и иметь уважение друг к другу. Я могу с помощью ума изучить мир. Первое. Мировые законы, если действительно они законы, они имеют всеобщий характер, действуют всегда везде, независимо от обстановки. Два. И причина всегда порождает следствие. Не бывает случайных, беспричинных, хаотичных каких-то явлений. Если мы это видим случайно, значит мы просто не разглядели причину. Вот на этом строится любая наука, даже так называемая гуманитарной. Теперь вопрос, как немного бюрократизма. Поскольку какие научные картины мира вообще существуют? В разных учебниках, в зависимости от эрудиции, испорченности автора, мы видим перечисления. И естественно научная, а после нее механистическая, электромагнитная, квантовая, полевая, современная научная картина мира. Или это все формы научной картины мира, естественно научной. Или выделять классическую, доклассическую, так интересно, доклассическая, естественно научная картина мира, в скобочках нормальная наука, да. Значит, автор этого слайда выделил. Или постнеклассическая, как удаляются различные провинциалы в остроумии словесные. Так что по-разному выделяют. Обычно начало научной картины мира связывают с Ньютоном. И отчитывают механистическую картину мира, о которой буду говорить позже. Начиная с Аристотеля, научной картины мира не было. Но было накопление различных знаний, которые связывались друг с другом фрактально, ситуативно, сиюминутно, с большой-большой приправленностью. Например, каких-то религиозных, традиционных, мифологических, оккультных знаний, как то было во времена жизни Аристотеля. Умы самого Аристотеля. Либо позже, в эпоху мрачного средневековья, наоборот, научные знания были такой специальной приправочкой, которая особенно ловко унюхивал нос инквизиторов, бряцающих различными средствами выяснения истины. Так что знания накапливались, но в системе, конечно же, они тогда не были. Итак, Ньютон, от него обычно мы введем генеалогию механистической картины мира. После нее, в принципе, наступила какая-то другая научная картина мира. И уже сегодня не механистическая, поскольку мы по-другому видим. Иногда мы этот период после Ньютоновский, то есть период примерно с начала 20-го или с конца 19-го века, иногда делят, выделяют электромагнитную, потом квантово-полевую, потом современную научную картину мира, когда говорят уже об Эйнштейне, о гамме, черных дырах, суперструнах и так далее. Иногда не делят ее. Здесь уже, собственно, не так уж важно. Самое главное здесь нам с Ньютоном разобраться. Вот как раз то, о чем здесь идет речь. Одна из версий. Они нам интересны, поскольку показывают изменение человеческого научного видения мира в связи с какими-то открытиями. И то, что предшествовало Ньютон, мы называем натур-философией, философией природы, то есть в которой природа-то было чуть-чуточки, а остальное все было философией. Это на основе каких-то знаний, например, Галилей там, конечно, он открыл относительность определенную и дальше рассуждает, сравнивает там Птолемееву картину мира и Коперниковскую картину мира. Вот, значит, все это рассуждение, все это натур-философия. В данном случае вот эта посленьютонская картина мира разбита вот на три части, причем и термодинамическая здесь выделена отдельно, причем даже для нее аббревиатура придумана. Но речь идет о том, что вот после механистической наступил другой период, более близкий нам, современный, в котором мы сейчас все с вами еще живем. Вот, специальная теория относительности, в то же время с квантами, с магнитами и прочее, о чем мы с вами будем говорить несколько позже. Ну а для начала вопрос, как научная картина мира формируется. Ученый Томас Кун в своей знаменитой книге «Структура научных революций» вот обрисовал этот механизм. Как безумные ученые, недовольные старой, устоявшейся какой-то научной картиной, системой взглядов, они отдельные какие-то озаренные, вдохновленные индивиды формируют свое представление. И как только ему удастся охватить своим умом больше, чем его самого, то есть, чтобы не впасть в безумие, вот, значит, немедленно начинается распространение определенного концептуального видения мира, это самое главное. Вот, но до этого стоят определенные открытия, которые не укладываются в рамку старой науки. Нужно их либо привирать, объясняя их, либо приуменьшать их значение, либо как-то по-другому изощряться, но они не помещаются. Поэтому, когда ученый пытается осмыслить их, ему старое мешает, и вот тогда у него возникает новое видение. Вот когда это видение заражает умы, тогда оно становится, как говорили греки, способом вязания узелки, парадигмой. Вот, парадигмой становится, когда и ученые, все остальные уже мыслят примерно одинаково та же, как допустим, хотя это очень грубый пример, Кун бы за это ругал, но сегодняшней парадигмой является эволюционизм. И, значит, если сегодня ученый будет нам утверждать про старую землю, которая 7 тысяч лет, и о том, что древние люди, которые все были потомками Адама, вот, ездили верхом на динозаврах, мы, конечно, у виска покрутим, слушая такие экстравагантные откровения. Так что, вот парадигма заражает мир, или, к примеру, капиталистическая парадигма, которая утверждает, что любое знание, в том числе научное, конкурентоспособное тогда, когда оно ликвидно, то есть продаваемо, когда его можно в практику обратить, когда оно, грубо говоря, будет кому-то нужным. А люди нужность обозначат в значимых популярных бумажечках, с чем-нибудь профилем, в лучшем случае с каким-нибудь американским профилем. Так что, вот это видение мира, оно сначала охватывает мир ученых, а затем распространяется вовне, становится уже общепринятым каким-то способом мышления, то есть парадигмой в широком смысле слова. И остальные ученые, естествоиспытатели, они уже долбят гранит науки, исходя из определенной видения мира. Оно их заряжает, оно помогает их систематизировать знания, и самое главное знание, знание о незнании, ожидаемое знание, предвидение, предугадывание. Вот, и оно мотивирует людей на определенные открытия, которые не случайно статистично совершаются, а ведутся эшелонально. И вот тогда совершается научная революция, которая меняет совершенно полностью весь мир, подобно, например, тому, как паровая машина изменила мир, или открытие электромагнетизма, или открытие ядерной энергетики изменила мир, или информатизация, интернетизация, гаджетизация изменила мир. И возникает и уже следствие научной революции, когда она устаканивается, приобретает устоявшиеся какие-то формы, ученые начинают понимать, как им объяснить то, что до них дошло. Вот, возникает новая наука, которая в своем популярном, или попсовом изложении, становится научной картиной мира для неученых. Ну, а потом она становится старой, устаревает, как видение, в связи с новыми открытиями, которые не укладываются в рамку, и так далее, и далее, и далее. Значит, формируются новые парадигмы, новые научные картины мира. Открытие атома, реактивности, генетика, например, самолетостроение, порох, электричество, двигатель внутреннего сгорания. Не знаю, что на первом и третьем слайдах, хотели сказать авторы. Но вот те открытия, которые сегодня мы просто рядом с нами, люди проезжают мимо атомной электростанции на поезде, или просто смотрят, как на какой-то фаллический, фрейдистский жест, на проезжающие по Красной площади в День Победы ракеты, или на генетически модифицированные продукты. И это в порядке вещей. Это новая нормальная наука для нас. Но каждое из этих открытий в свое время полностью изменило мир. Чем был бы мир без двигателя внутреннего сгорания? Например, без танков, что за этим следовало, без автомобилей. Чем была бы Вторая мировая война без реактивных средств вооружения? Чем был бы 20-й век без самолета? И так далее. То есть, каждое из этих открытий полностью изменило мир. Вот так именно ученые и действуют. То есть, самое главное, что когда накапливаются определенные новые шокирующие открытия или изобретения, они сами начинают автоматически связываться в узелки. И эти узелки, как раз, называются парадигмами. Как механистическая картина мира. У нее несколько ключевых пунктов. Во-первых, это взгляд на мир как на механизм. Как на определенные устройства, которые действуют в силу приложенной к ней работе. Благодаря сложному внутреннему устройству. Это все очень важные моменты. Главной формой движения в механизме является только инерция. Ключевой принцип передачи действий от объекта А объекту Б является концепция дальнодействия. То есть, представление о том, что через пространство на огромные расстояния, на миллиарды световых лет, силы каким-то образом распространяются. Неизвестно почему. Может быть, эфир космический, или флагистон этому причиной. Но не было представления о том, что между действующей силой и объектом, на который воздействовал, есть промежуточные инстанции. Мгновенно передается действие. Например, гравитацию от центра Земли к моим ногам. От солнышка к бутончику цветка, который распускается утром, приветствуя его. Универсальная сила, которая во всем космосе действует, сила тяготения. Притяжение объектов меньших к большим. Ученые этого периода оперировали двумя понятиями. Понятиями время и пространство. Пространство, как совокупность всех измерений, или все, что можно измерить, или, как марксист говорит, протяженность всего, очень не люблю это определение. Время, как совокупность изменений, или как длительность существования объекта. Ученые занимались либо тем, либо этим. Потому что пространство и время существуют друг от друга независимо. И никак их нельзя друг с другом связать. То есть, если изменяется пространство, например, быстро движется, время не изменяется. То есть, это механизм. Это какие-то часы механические, не электронные. Часы, которые в кармане лежат у кого угодно. В кармане у бегуна, в кармане у мертвеца, в кармане у спящего храпуна, в кармане у спящего храпуна, едущего в электричке. Здесь разницы никакой нет. Вот это все единство всех законов и самое главное способов приложения действия закона. Вот это мы называем принципом детерминизма. Это ключевое слово. Это причинная обусловленность всего одними и теми же закономерностями. Мир есть одна сплошная машина. Ну, конечно, отчасти это подводило к представлению от Аристотеля еще пляж такой виднее мира, о боге, как о неподвижном перводвигателе. Декарта, например, это привело даже к религиозности определенной, специфической представлении о том, что бог запустил мир. Даже появилось целое модное философское движение деизма, как Вольтер, например, был ярким представителем всего знаменитой Максимы. Если бы бога не было, его бы стоило выдумать. Поскольку представление о внешнем часовщике. Бог в другом пространстве пребывает. Он мир завел, а дальше руку убрал. Он смотрит или не смотрит, или как в Симпсонах сидит на облаке со всеми пятью пальцами и, значит, ест пиццу, поливая ее кетчупом и смотрит на то, как мы здесь внизу. Иногда может вмешаться, но это, скорее, исключение из правила. А машина заведена, она движется сама по себе. Это деистическое представление о мире. Оно и в религию вошло очень серьезно. И, по большому счету, оно настолько пропитало религию, что большинство представителей, считающих себя ортодоксальными представителей так называемых традиционных конфессий, по большому счету, являются теми же самыми деистами. Потому что изначальное религиозное представление о мире и о том, как Аллах его сотворил или Саваоф, было все-таки не совсем таким, как нынешние улыбатюшки нам это все дело представляют в цвете. Говоря о ярких самых фигурах, сформировавших это представление о мире, можно много кого назвать, даже из тех, кто отсутствует здесь. Можно и Галилея, и Бруна назвать, но все-таки самые яркие фигуры – это Коперни, который не просто доказал сверечности небесных сфер и вращение меньших вокруг больших, и наличие какой-то силы, видимо, закона гравитации, но он все это в систему свел, очень красочно и популярно это объяснил. Ну да, не успели инквизиторы до него доехать. Конечно же, это Исаак Ньютон с его представлением о единстве мировых закономерностей движения. Конечно же, это Рене Декарт с его декартовыми координатами в пространстве. Высота, длина и ширина – все объяснимо этим. Любой предмет космоса можно найти ему место в этих декартовых координатах. Ну и сэр Фрэнсис Бэкон, из всех перечисленных здесь, он был одним из самых философичных полемистом, неуемным против Декарта, в противовесо-рационалистическому методу дедукции Декарта. Он разработал метод индукции иного совершенно мировидения, которое сначала собирает знания, а потом их обобщает, и вслед за этим метод эмпирического мышления, включая способ эмпирического мышления, включая метод эксперимента. Ну и, конечно же, самое главное – это идея чистого знания Бэконовского, знания, смысл которого – могущество. Обыгрывая известную двойственность английского слова experience – это одновременно и пытка, и эксперимент, он утверждал, что мы должны мучить и пытать природу, заставляя ее открыть нам свои законы, чтобы мы могли сделать жизнь более удобной и приятной для нас. Поэтому знание не должно быть умозрительным, философским, оно должно конкретно преобразовывать природу и общество, в этом смысл его правильности, признак его правильности. Ну и, конечно, идолы, которые в препятствии этому чистому знанию, остроумный Бэкон их назвал идолами рода, театра, рынка и площадь идолами рынка. То есть речь шла о том, что прошу прощения, идол рода, идол театра, идол рынка, идол пещеры. То есть в одном случае речь идет о восприятии природы по аналогии с человеком, например. И предположение о том, что в природе есть там мотивированность, есть целенаправленность действий в чем-либо, конечно же, по аналогии с родом человеческим. В другом случае, когда речь идет о выдоле рынка, это какая-то популяризация, исключительная популяризация каких-то фактов, которые вместе с водой выплескивают ребенка. Это неумение найти общий язык, подобно торговцу и покупателю на рынке. Как на площади люди орут, не соглашаются друг с другом. У них нет единства понятийного, поэтому они не могут договориться, не могут дальше работать вместе. Это идол пещеры, когда я преуменьшаю то, что мне не нравится, и гиперболизирую то, что меня, например, в данный момент сейчас увлекло. Такое свойство человеческой природы, подобно тому, как рикнуть в пещере, ну и обыгрывая платоновский миф о пещере. И идол театра, конечно, это вера в авторитет, когда прикрываются каким-нибудь башком, который, понимаешь, много чего изучил, поэтому он знает. Его слово «авторитет в науке». Значит, и как только люди так понимают, они перестают развиваться, не просто прячутся за этого самого идола. Вот таким образом представление о мире, как о системе сформировалось, системе, в которой есть все, системе, в которой даже это солнышко не является центром. Гелиоцентризм, то, с чего началась эта картина мира, является лишь рабочей гипотезой, потому что Солнце тоже к чему-то, кому-то подчинено, вращается вокруг центра галактики под названием «Млечный путь». А антропоцентризм, представление, тоже рабочая гипотеза, представление о мире, в центре которого стоит человек, поскольку он является венцом эволюционного движения, развития. Вот как раз «Млечный путь», в котором изображено приблизительно, ну это компьютерная графика, понятно, что его никто так далеко не залетал, чтобы сфотографировать. Это наша планетная система, в кружочке изображена Солнечная система, вокруг, внутри всей галактики, под названием «Млечный путь» нашей галактики. В западном полушарии она более видна, чем в нашем, но она видна также. Представление об универсальной силе, в силе тяготения, которая и в притяжении, и одновременном отталкивании Земли от Солнца действует, и та же самая сила механического движения, инерциального движения, она действует и в нашей жизни. Та же самая сила, просто несколько иначе проявляющаяся. Три закона Ньютона полностью объясняют все мироздание. Первый закон, закон и закон покоя. Для того, чтобы вывести предмет спокойно, нужно силу к нему приложить. Второй закон, закон движения, или закон инерции. Тело движется так и туда, как и куда я его запустил. Третий закон, закон противодействия. То есть, каждое действие встречает обязательно равное себе по силе и противоположно правильное взаимодействие. Самый метафизический закон, из всех законов Ньютона. Ньютон не знал, почему это так. Он видел в этом ущербность самой схемы и, как честный дядечка ученый, признавал, что когда-нибудь в будущем придет ученый, который объяснит все это лучше, чем я. Пришел. Поздновато, правда, но пришел. Поэтому везде одни и те же законы. Если мы рассмотрим один из элементов, например, космоса, мы увидим планеты, звезды, стероиды, которые, может быть, нам будут казаться движутся хаотично, несвязанно, но просто потому, что мы акцентировали внимание, как в смартфоне увеличили слишком сильно, и поэтому проглядели связь с остальными элементами. Ну и главный пункт, до которого добралась именно механистическая картина, если картина может добираться до чего-то, это, конечно же, атом. Еще в Древней Греции был известен этот термин, значит, неделимый, микроскопическая частица вещества, которую разделить нельзя. И до этого уровня работали ученые, дальше пройти не могли. Какими угодно реактивами не обливая, как ты ни кипятей, ни примораживай, ты разделить атом не сможешь. Поэтому и считалось, что вся Вселенная состоит из разных комбинаций одних и тех же атомов, как считал, например, демокрит. Или это разные атомы, непонятно, почему разные, но они все именно образуют химические вещества, которые тоже в группу определенных формируются металлы, неметаллы, газы и так далее, инертные, допустим, газы. То есть они из всех разных кусочков состоят разных атомов. Атомы формируются в молекулы, молекулы образуют собой тела или части органов, или части предметов каких-то. Вот так возникает весь мир. Молекулы бывают органические, то есть содержащие кислород, углерод, являющийся деталью любых органов и тканей, либо неорганические, все остальные. То есть ученые в механистической картине мира работали вот до того момента, когда они не смогли открыть атом физическим образом, бомбардируя другими атомами. Оказалось, что он состоит из целой Вселенной внутри, объем и сложность, которая многократно превосходит все, что мы узнали об астрономии, о биологии и прочее. Так что открытие внутреннего сложного состава атома, особенно его ядра впоследствии, это было уже точкой, с которой начался переход к другому, к электромагнитной картине мира. Иногда ее называют также квантово-полевой, иногда их разделяют на две разные, это не суть. Самые главные здесь моменты, это, во-первых, представление о поле. Среда вокруг частицы обладающие свойствами этой частицы. Мои голосовые связки редуцируют звук. Вы не находитесь на моих голосовых связках, но вы меня слышите. Если вы смотрите только на мою картинку, видите очертания моего тела, и мы привыкаем видеть границы тела там, где заканчивается кожа или одежда. Но если вы посмотрите на меня в тепловизор, вы увидите совершенно другие очертания меня. Это поле. То есть, если мы положим булавку на магнит, и если мы поднесем булавку в магнит, то будет одинаковое действие. То есть, среда вокруг магнита теми же самыми качествами, которыми сам магнит обладает. Поначалу ученые не понимали, в чем дело. Аж до 20 века толком не могли объяснить механизм. Поэтому совершенно по-другому представление о мире. Нет четких грани, нет четких переходов из А в Б, нет четкости в движении, в пространстве. Соответственно, может быть, и во времени нет четкостей. Соответственно, для того, чтобы от действующего начала к страдательному началу, к тому, на что действует, передать силу должны быть промежуточные инстанции какие-то. Вот так стали возникать в начале электромагнитной картины мира представление о том, что в космосе есть какая-то субстанция, заполняющая все. Эфир, например. Или, например, какая-нибудь субстанция, из которой отвечает за то, что тепло передается, значит, каким-то предметами, стали это вспыхать. Флагистон, например. Ну, это более древнее немножко дело. То есть, это концепция близкодействия, согласно которой передача действия от объекта А к объекту Б допустима только через посредство определенных промежуточных каких-то частиц. Аж до конца 20 века не понимали, как сила притяжения планетного, как гравитация передается. Например, гравитация от Солнца передается планете Земля. Потом, только в конце 20 века, открыли частичку под названием гравитон, которую... И это все и переносит эти маленькие микроскопические космические крючочки. Итак, мир есть магнит, в котором нет четких граней, но есть какие-то силы. Параллельно с распространением электромагнитного представления о мире был просто бум различной эзотерии, эспиритизма. Многие ученые не брезговали крутить столы или пытаться общаться с духами умершей, поскольку, если нет четких граней здесь на Земле, то, может быть, и вообще их нет. И можно призвать дух Наполеона и спросить, какую модель холодильника лучше выбрать для себя. Итак, магнит. Это универсальное представление о том, что все всем притягивается. Но силы, но поскольку притягивает не один предмет, а много, в мире устанавливается равновесие. Подобно тому, как мы знаем, что одна сторона магнита притягивает другую, другую отталкивает. Если мы положим два магнита рядышком с одной гайкой, то будет сработать в первую очередь тот, который больше или тот, который ближе. Если они будут одинаковыми, на одинаковом расстоянии, то уже гораздо сложнее будет процесс действия. Если все в мире, эти самые магниты, то представьте себе, какая интереснейшая сила действует во Вселенной. Вот бы этими силами эти силы заполучить. Мечтали когда-то супруги Кюри. Вот бы эти силы заполучить и заставить их действовать. Чтобы можно было пронизывать границы других людей, проникать сквозь них, пока до свинцовой оболочки не дойдет, выбивая частички из косичек. Поле, русское поле, полюшка поле. В этом поле частички движутся не прямолинейно, равномерно, как описывали то там, начиная с Аристотеля, заканчивая Ньютоном. А поскольку сложные силы и взаимодействующие в космосе есть на каждый предмет, поэтому волнообразно движется любое действие. Свет движется волнообразно, звук, вот, и все, даже брошенный камень движется волнообразно. Хотя мне кажется, что он деликит прямо. Но любой лучник знает, что для того, чтобы попасть в цель, нужно стрелять на сколько-то выше цели, поскольку земная гравитация исказит полет стрелы, и она, полетев сначала вверх, потом будет притягиваться. Поэтому и мушка ставится не внутри дула оружия, а над ним, чтобы учитывать вот это отклонение пули под воздействием, поскольку волнообразно движется все в мире. Волна это ключевое представление о том, что есть все в мире. Практически нет каких-то, например, ключевой момент в этой картине мира, квантово-полевой, электромагнитной, это корпускулярно-волновой дуализм. Еще Ломонозов начал его разрабатывать, вот, собственно, ему термин корпускулы принадлежит, о том, что отсутствует четкой грани между корпускулами, то есть частицами вещества, и волной самой по себе. Вот, в частности, это прилагалось к свету. Свет это что? Молекулы или просто волны? И то, и другое. Волнообразно движутся эти самые молекулы, крошечные, кусочки света, фотоны, и когда они падают на фотопумагу, они выбили, или, например, на пластиночку в фотоаппарате, в электронном, на световой панель падают, и выбивают из нее какое-то количество электрончиков. И сильная волна выбивает вместе больше, слабая волна в момент подъема выбивает меньше, в итоге у нас формируется рисунок, вот, свет формирует рисунок, он действует как сила вполне материальная, поэтому волна это траектория движения определенной частицы, и волн без частиц не бывает, обязательно какие-то частицы движутся волнообразно, и любые частицы не могут двигаться прямо, они всегда движутся волнообразно, в этом и состоит суть корпускулярно-волнового дуализма, вот, который все в мире охватывает, опять же, повторюсь, и даже действия людей являются волнообразными, даже в психологию проникло вот это электромагнитное представление, и даже в такие авторитетные схемы, например, как психоанализ учения о бессознательном и сознании, о мотивах, об инстинктах, об аноосфере, например, каких-то инстинктов разрушительных, тонатических, о том, как они влияют на нашу жизнь, о перцепции, понятии, фрустрации, то есть, все это следствие проникновения представления о неодинаковости, о волнообразности движения в мире вообще всего. Эти самые волны, они движут весь мир, движут весь космос, в том числе каждый из элементов, находящихся в нем. И иной, какой-то иного способа описания в принципе до сих пор не предложил никто из ученых. Потому я и оговорился, что квантово-полевое, квант это частичка поля какого-либо. В последствии в 20 веке уже появилась так называемая метанаука под названием квантовая механика, поскольку ученые не могли понять, как движутся частички различного поля внутри себя, вот эти самые кванты, и долгое время казалось, что они движутся беспорядочно. Даже теория вероятности на этом разработана была, когда мы ее позже вернули, но потом ученые сформулировали очень интересный область знания о своем незнании. О том, что можно просчитать движение всех квантов, но это слишком сложно, поскольку они все друг с другом взаимодействуют, поэтому мы можем просчитать примерные вероятности. Теория вероятности, она и в экономику проникла, во многом спасла экономические системы различных государств, она проникает, проникла в социологию, отчаясь, мотивировав многих ученых на принятие идеалов общества, близких идеалам так называемой сексуальной революции в движении хиппи 60-х годов. Так что вот оно, это квантовая механика, попытка просчитать уровень вероятности, внутри которого мы не знаем, как произойдет, но мы можем просчитать саму эту вероятность, а дальше надеяться на авось, но в определенной мере. Так, современная научная картина мира. Про эти все принципы я поговорю потом отдельно, более детально, и мы лекции посвящены, и те, которые были, и те, которые будут, и многое банального на эту тему уже и другими сказано. Поэтому я, во-первых, я не буду противопоставлять современную научную картину мира, квантово-полевой, электромагнитной, не буду экстравливать или чередовать, я противник таких излишних классификаций, не ограничивает познание. Я противопоставлю современную научную картину мира, классической научной картине мира, вот тому самому механицизму, детерминизму Декарта и Ньютона. Я противопоставлю современную научную картину мира до научного видения мира, мифологической, религиозной картинам, вот, хотя мы увидим, что во многом они, как это не парадоксально, как бы нам даже не хотелось, они начинают спрягаться. Итак, начинаем мы, конечно же, с относительности пространства и времени. Принцип относительности был сформулирован аж еще Птолемеем, Аристотелем, яркой формой относительности была сформулирована Галилеем, вот этот его рисуночек известный, что если человек находится в корабле в движущемся и он опустит камешек, то камешек упадет строго вниз, перпендикулярно, прямолинейно, равномерно, угол падения будет 90 градусов и движение корабля никак не отразится. Поэтому если я нахожусь внутри корабля я никак не смогу покой отличить от движения. Если я нахожусь в движущейся лодке для меня движется все кроме моей лодки. А лодка может не замечать движение только если нахожусь на берегу. Если нахожусь в лодке, которая движет скоростью 10 километров в час относительно берега мимо меня будет двигаться лодка, которая движется скоростью 20 километров в час относительно берега, то с моей точки зрения, из первой лодки, она будет двигаться скоростью 10 км в час. Так что важна инерциальная система отсчета, от которой я обведу та самая точка отсчета. И вопрос, собственно говоря, в чем значение Эйнштейна здесь, это в представлении об универсальной какой-то системе отсчета, универсальной системе координат, условной, конечно же, он предполагал, той, которая не меняется, той скорости в мире, которая настолько велика, настолько могущественная, настолько непредсказуема и неуправляема, что мы имеем полное право придумать, как будто бы это неизменяемая характеристика, и все выстроить вокруг нее. Это скорость света в баку. Вот, 3,81 метра в секунду. И на этом строилась вся общая теория относительности Эйнштейна. Это специальная теория относительности Эйнштейна. Ну, у нее есть много разных способов применения. Некоторые из них сложные, некоторые достаточно простые. Я не буду служить или в особенности гуманитариев этим утомлять. Если есть желание, можно заскриншотить данный кадр и потом рассмотреть более детально. Но специальная теория относительности это то, благодаря чему и ракетостроение, и самолетостроение, и космонавтика в дальнейшем, и, к сожалению, и атомная энергетика. К сожалению, к счастью. Потому что, когда мы говорим про атомную энергетику, мы почему-то не предполагаем огромных гигантских мегаполисов, живущих практически на копечной энергии, а мы предполагаем весьма печальные перспективы. Общая теория относительности, это несколько другое. Согласно общей теории относительности, даже и скорость света может меняться. То есть, есть колоссальные космические тела, которые имеют такую мощную гравитацию, что они отклоняются в свою сторону все остальные частицы, которые движутся, включая фотоны. То есть, луч света искривляется, отклоняется. И когда он до нас доходит, он нам дает превратное представление о том расстоянии, которое он прошел. Потому что, с точки зрения нашего, он прошел прямо, мгновенно, прямолинейно, равномерно. И мы не видим какие-нибудь космические тела грандиозные, какие-нибудь пульсары или черные дыры, которые оттянули в свою сторону этот самый луч. Общая теория относительности, она отчасти повлияла на современную практическую космонавтику. Но в большей степени она, конечно, повлияла на научную фантазию и научную фантастику. И, конечно же, она очень повлияла на теорию большого взрыва и эволюционного образования всего в мире. Это второй из элементов, о которых мы с вами будем говорить, эволюционизм, глобальный эволюционизм. Итак, второй принцип современной науки – глобальный эволюционизм. Представление о том, что развивается все из ничего. И это не что, какая-то там изначально Dark Matter или какая-то сингулярная точка, с которой стартовало развитие мира. Это тоже есть какой-то один из элементов, в котором была своя предыстория. Но мы просто не знаем. Вся Вселенная, согласно самой популярной современной космогонической концепции Большого Взрыва, произошла, была изначально сконденсирована в гиперконцентрированной точке, которая в какой-то момент рванула, и первоначальное вещество просто выплеснулось в окружающую пустоту. Но это вещество – это было только одно. Это был самый простой, известный нам элемент таблицы Менделеева. Это был водород, который образовал первичное вещество, сформировал звезды. Звезды – это гигантские пылающие факелы водорода. Поскольку температура, энергии, движения очень сильные было, продолжались термоядерные реакции, возникали иные космические объекты, которые вступали во взаимоотношения, формировались галактики, планетные скопления, газопылевые туманности различные, которые начали ломиться, крошиться и формироваться планетные системы. Так дальше, через какое-то время сформировались планеты, между ними летали астероиды, кометы. На одной из планет в уникально сложившейся среде под названием Куацерватный бульон, теория Академика Парина, под воздействием уникальных факторов возникла новая часть природы, которая смогла не просто существовать, а смогла изменяться, приспосабливаться к изменению внешней среды, и самое главное – размножаться и передавать свои признаки потомству. Эта жизнь, которая за многие миллионы лет настолько усложнилась, что случайно вступавшие или не случайно вступавшие во взаимоотношения одноклеточные организмы создали постоянные связи, сформировались многоклеточные организмы, которые мы сегодня воспринимаем как единое целое. И человек возник в итоге этого длительного процесса, и не факт, что он последняя, финальная, заключительная часть всей этой грандиозной космической схемы. Возможно, как учение вернадского анонсферия, о чем я говорил в прошлый раз, когда умы людей всего мира сомкнутся, или уже сомкнулись, как современная гаджетная революция, то диктует, или это вообще будет какой-то кибернетический ум, который гораздо быстрее сомкнет все свои информационные члены. Это все не теории искусственного интеллекта, либо во вражеском виде, типа Каскайнета или Матрицы, либо в каких-нибудь мечтах современных трансгуманистов. Но все в мире развивается. Сила, которая заставляет развиться, одна. Это приспособление к среде. Выживает сильнейший, наиболее приспособленный. Это борьба идет постоянно за существование. Другое дело, что сильнейший не обязательно, это наиболее когтистый, зубастый. Сильнейший человек сильнее зубастого льва, потому что имеет ружье, придуманное его умом. Сильней ли человек микроскопических паразитов, которые до сих пор с древнейших времен сохранились? Сильней, поскольку человек, во-первых, может придумать против них вакцину, и мы очень будем надеяться, что действительно эти российские вакцины не являются вакцинами, они будут работать. И благодаря сертификатам об этих вакцинах, когда весь мир откроется, нас примут в другие государства, еще больше надеемся, что к тому времени уже исчезнет надобность и желание ехать в другие государства. Но не об этом сейчас речь. Речь о другом, об иммунитете, о способности бороться с этими самыми микроскопическими гадами с помощью наших собственных маленьких солдатиков-эритроцитиков. И все это развивается благодаря борьбе. Борьба тоже не обязательно, это уничтожение. Борьба может включать в себя элементы товарищества, взаимопомощи, симбиоза, и даже не обязательно борьба является уничтожением. Это может быть использование сил живого организма, паразитизмом, или использовать организм так, что ему ни холодно, ни жарко, комменсализм, например. Так что вот каким образом все развивается, и не только в биологическом, или тупо материалистическом плане, и в социальном, и в психическом, все точно так же идет вот общая, это универсальная сила, благодаря которой за многие-многие миллионы лет сформировался мир тот, каким мы его видим с вами сегодня. Почему миллионы лет? Потому что признаки накапливались последовательно, выживали наиболее успешные мутации. Для этого должны были потребоваться многие-многие миллионы-миллионы-миллионы лет, которые отразились сегодня в догмах современной геологии, археологии, и геобиологии различной. Таким образом, от первоначальных каких-то крошечных частиц вещества возникла вся биосфера в целом. Возник человек, который звучит гордо. Немножечко дадим ему здесь проявить себя. И, кстати, неграмотно говорить, что человек произошел от обезьяны. Это оговорка или ошибка Энгельса. Человек произошел не от обезьян, от общих обезьянных предков. Человек-обезьяна это связано родством, а не преемственностью. Как и с другими. Были тупиковые везви, которые когда-то многие миллионы лет господствовали на Земле. Динозавры, например. Мир гигантских папоротников, которые были в три раза выше современных деревьев, примерно как секвои нынешние, раздвигая их плечами, владели гигантские ящеры по этому миру. Ни следа не осталось. Восемь теорий их практически молниеносной гибели всех. Остались только жалкие какие-то до нас дошедшие, сумевшие приспособиться бараны, крокодилы, черепахи. Так что и не факт, что человек будет выше фазы. Может быть стрекозы или дельфины дадут какую-то новую форму. Поэтому развитие идет постоянно. В этом смысл глобального эволюционизма. Следующий момент современной науки это информатизация. Смысл информатизации в том, что все соединено. Все знания сегодня соединены с другими знаниями. Очень важным на них влияют средства доставки информации, средства обработки информации и способы хранения этой самой информации. Так что все это в мире сплетено воедино. Практически за доли секунды можно получить доступ к любому знанию. Поэтому информационная безопасность сегодня на первое место выходит. Но самое главное в информатизации это представление о том, что информация, то есть сам поток сведений сегодня является главной действующей силой и в экономике, и в политике, и в культуре, и так далее. То есть не какие-то отдельные проверенные сведения, которые мы называем знаниями, не подтвержденные явления природы, которые мы винуем фактами, а сам поток информации. Более того, и закономерности его поточения, закономерности его движения, особенности накопления, особенности загрязнения, то есть то, как эта информация формируется, это особая отрасль информатики, которая сегодня является доминирующей, пронизывает абсолютно все сферы науки и все сферы общественного мышления. А науки приводит к интегративности, к их сплетению вместе. Вот на этой забавной схеме мы можем увидеть точки переплетения всего, начиная от правой политологии, заканчивая ботаникой, зоологией, химией, физикой. Все науки сегодня связаны воедино. И сегодня тот ученый, который раньше мог похвастаться своей завязанностью на конкретной теме, своей зацикленности в определенном предметном поле, сегодня профан. Сегодня ученый должен совмещать умение быть профи в своей области с так называемой постоянной обучаемостью, то есть умением осваивать новые отрасли и с интегративностью, и умением выходить за рамки своей дисциплины, находить общий язык с другими, непохожими, чужими, и вообще даже далекими, совершенно подобно тому, как гуманитарные науки, такие как литературоведение, культурология, философия, если я считаю наукой, сегодня соединились с астрофизикой, например, и дали нам какие-то универсальные, совершенно похожие на древние мифологии, рассказы, например, Стивена Хокинга, о времени, о черных дырах, и вообще о всем. Теория вероятности. Я о ней кратко уже сказал, то есть суть теории вероятности в том, что мы зачастую не можем точно просчитать движение чего-либо, но мы можем просчитать примерный интервал, куда упадут кости, и можем просчитать в разных ситуациях разные интервалы, это уже что-то. Вместо того, чтобы обманывать себя точными результатами, которых быть не может, ни в коем случае, и вместо того, чтобы впадать в апапию из-за того, что мы не можем их вычислить, мы рассчитываем примерный ориентир. Теория вероятности, это то, на чем не только сегодняшняя космонавтика работает, это то, на чем работает и прекрасно работает современная, допустим, экономика, современные финансовые системы на этом завязаны, сколько на этом фильмов о гениальных мошенниках различных, которые там, учитывая вероятности, большие куши схватывали где-нибудь в казино Лас-Вегаса. В этом суть теории, то есть возможность просчитать примерный ареал. Ну и, конечно же, самый интересный момент, это принцип неопределенности. У него есть два проявления. Во-первых, собственно, сам Хейзенберг, Вернер Хейзенберг, сформулировал принцип неопределенности, согласно которому невозможно одновременно измерить движение и характеристики статичные этой частицы. То есть, если, например, движется, грубо говоря, стакан по воздуху, невозможно одновременно измерить его статичные характеристики, например, вес, плотность вещества, там, коэффициент скольжения по поверхности, длину, ширину, высоту и скорость, с которой он движется, точнее, импульс. То есть, ты измеряешь либо одно, либо другое. То есть, если ты измеряешь движущийся объект, как он движется, для тебя скрыты его статичные характеристики. Если ты изучаешь статичный, то динамичный ты измерить не можешь. Вот в этом принцип неопределенности. То самое знание о незнании, которым хвастается современная наука в своей высшей честности. Ну и второе, конечно, измерение, которое мало кто понимает, но все об этом любят шутить, это код Шрёдингера. К чему сводится, значит, этот принцип неопределенности? Грубо говоря, к тому, что при любом исследовании, при любом наблюдении наблюдатель становится частью наблюдения. И влияет на процесс просто сам наблюдатель. То есть, объясним на причине. Код находится в ящике. Это мысленный эксперимент, который предлагал известный физик Шрёдингер. Код находится в ящике. В этом ящике пузырек с ядом. Вот. Поэтому пузырьку с ядом стукает молоточек. В каком случае стукнет молоточек? Если одна микроскопическая радиоактивная частица расщепится, но она настолько маленькая и настолько сложно рассчитать расщепиться она или не расщепиться, что мы не можем знать стукнет ли молоточек по колбочке и синильная кислота отравит кота или не отравит. Но если синильная кислота высвободится из колбочки, кот не может быть жив, не может быть полушлив или пальную, он немедленно умрет. Итак, я смотрю на этот закрытый ящик. Внутри кот и яд. И, соответственно, поскольку я знаю о сложности, о невозможности определить период полураспада той радиоактивной частицы, из-за которой весь сыр бор, то я не знаю кот в ящике жив или мертв. Поэтому я утверждаю, что кот в ящике или жив или мертв. Но там нет двух котов живого или мертвого. Таким образом, я изначально вношу двойственность и путаницу, я вношу в эксперимент то, чего в нем нет. Я туда двух котов помещаю вместо одного. Причем одного в состоянии противоположном. Не может в ящике быть одновременно живой или мертвый кот. Там либо один, либо другой. Но наше сознание очень трудно может это воспринять. Мы не можем прочитать вероятность. Поэтому мы говорим про эту коробку как про то, чего быть не может. Наш ум нас вводит в тупик. В тупик незнаемости. В тупик невозможности просчитать результат. И в этом состоянии мы делаем невозможные вещи. Мы создаем такие химеры сознания, которые в принципе в природе быть не могут. Кота, который одновременно жив и мертв. и точно то же самое наш ум делает, когда мы проводим любые эксперименты. Начиная в первую очередь социальных, поскольку мы сами являемся членами общества, которые исследуем, даже хотя бы в самом широком смысле слова человеческого общества, и заканчивая экспериментами в физике и в химии. То есть мы изначально предполагаем один из двух вариантов, или из трех, или из пятиста развития ситуации, но мы не можем предположить несколько вариантов одновременно, и мы не можем предположить те варианты, которых быть не может, например, кота, который какого-нибудь третьего кота, или какой-нибудь полукота в этой ситуации. Вот какая современная наука, вот как она думает, чему она учит, к чему она ведет. Чем отличаются постиндустриальные общества, если оно сегодня есть, даже в тех самых семи постиндустриальных странах, которые себя таковыми называют, и в целом. Во-первых, наука, хотя она и начиная еще со времен Ньютона, была одной из важнейших сил в экономике, в политике, мастеря пушки, средства уничтожения людей, средства доставщики людей на другую сторону мира и прочее, но сегодня наука непосредственная производительная сила. Наука, техника и технологии сегодня стали капиталом, а не способом приумножения капитала. О том, что происходит с информацией, о том, что это сила, которая, возможно, стала даже более важна, чем та наука, которая производит эту информацию. О том, что в науке, что ученый должен разрываться между профессиональной компетентностью и заигрыванием со связями с другими науками одновременно, только тогда он может быть настоящим ученым. То есть, действительно, как какой-то квант быть в постоянном движении, в неопределенности какой-то, в вечном кочевничестве. Вот такова она, современная наука. Вот к чему она ведет. К чему она ведет современная наука? Во-первых, конечно же, это генетика и генная инженерия, в полу до всяких евгенических мечт, предположение о том, что дойдя до такого глубокого уровня, в 2000 году был геном человека расшифрован и опубликован полностью. Сегодня ни для кого не секретом стали воздействия на внутри маточное, например, появление живого организма, создание живого организма, но и на генетическом уровне мы тоже можем воздействовать на что-то, создавать какие-то культуры сельскохозяйственные, которые будут более устойчивы к заболеваниям, вредителям. Например, тот самый знаменитый золотой рис, который растет практически в пустынях, не требуя воды, который спастет миллионы и миллионы африканцев от голода. Или уничтожат генетические заболевания, которые сих пор мучают людей, от которых не знают, как избавиться от деменции старческой, например, и склероза. То есть, человек гипотетически сегодня может забраться до самого-самого глубокого уровня, может быть, даже как в фильме Гатака планировать то, каким будут наши дети, и заранее им выбирать не только пол, но и характер, и черты, даже определенные, индивидуальные. Поскольку, с точки зрения современной генетики, даже такие черты нашего поведения, которые мы привыкли считать духовными, например, как доброта, дружелюбность, общительность, они тоже являются генетически обусловленными, потому что у общительных родителей, как правило, родятся общительные дети, влияние среды здесь ни при чем. И ученые сегодня больше не верят ни в какой чистый лист, ни в какую табулу расу. Генетика наша все, она определяет. Ну и как и со всякими, но опять же нельзя ее абсолютизировать, как у любой наше все, потому что иначе она превратится в догму, а догма, она стопорит развитие человеческого ума. Гитайский ученый из головы выскочило его имя. В прошлом году заявил о том, что он осуществил первый в истории опыт воздействия на генетическое развитие будущего ребенка, зато его посадили в тюрьму, поскольку до сих пор считается неэтичным воздействием на живой организм, поскольку он не может выразить своего согласия с этим. Аспанаттика, конечно же. Пока мы здесь обсуждаем наши политические различные сложности и неизвестно, вообще будем ли мы на свободе, чтобы обсуждать их дальше и записывать следующие лекции, посвященные естествознанию. Ученые вполне серьезно запустили на Марсе первый вертолет, который исследовал атмосферу и даже выработал сколько-то там немножечко кислорода, потому что действительно разговор идет о перспективах заселения околоземной орбиты. Только сегодня уже не об орбитальных станциях речь идет, они больше научно-экспериментальный характер носят. Например, о колонизации Луны. Даже термин политики выдуман. Называется он «селенополитика». Наподобие геополитики модной в начале 2000-х. То есть речь идет о разделении Луны на разные кусочки области. Наподобие того, как Антарктиду покромсали в свое время. Марс, конечно же, в исследовании которого сегодня соревнуются в первую очередь это США, причем две программы государственные и Илон Маск, и Китай, который также запустил туда свою космическую станцию. Вот они перспективы, то, что раньше казалось нам невозможным, сегодня вполне реально. Получить полезные ископаемые, например, из космических объектов, не изничтожая нашу биосферу, не портия нашей почвы, не причиняя вреда нашему климату, или вынести, например, вредный производство все в космос, например, электроэнергетику все вынести в какие-то орбитальные атомные станции. Там висит какой-то большой котел термоядерный, в котором производится реакция, например, лазерным лучом он кипятит воду в каком-то водохранилище на Земле, то есть все вредное производство вынесено, и в случае его краха ничего не будет страшного на Земле. Плюс к тому, производство в вакууме во много раз снижает трудоемкость и стоимость процесса, поскольку сила трения не действует, гравитация не действует, скольжение совершенно иное вещество, можно наладить просто фантастические какие-то индустриальные цепы. Так что самое главное в космонавтии, которая за последние два-три года заново развилась, заново стартовала, и сегодня уже в лице Илона Маска и его компании представляют собой интерес частников, интерес людей, исследователей, а не просто какое-то пространство для звездных войн между какими-то политиками, осатаневшими от своей кажущейся им безнаказанности всемогущества. Ну и конечно же это синхрофазотрон и большой адронный коллайдер, который пытается превратить одни частицы в другие, положительно заряженные в отрицательно заряженные, столкнуть их вместе, аннигилировать и создать черную дыру на том месте, где они раньше были, чтобы исследовать ее в лабораторных условиях. Ну не фантастика ли это? Даже для простого обывателя это все звучит фантастично, кроме как для насмешки ни синхрофазотрон, ни большой адронный коллайдер, который в поисковиках Яндекса все усиленно обзывали большим огромным коллайдером, ни к чему не приведет, потому что большинство даже и не понимает того огромного размаха мысли и потенциального могущества, которому современная наука пришла. Поэтому рассказы об этом аналогично, например, рассказам министом биовульфа или старше Эдды, когда читаешь какую-нибудь скандинавскую мифологию и видишь одновременное преклонение перед мощью богов и увлеченность интересских деятельностей жизни биографии. Подобной является современная наука, она подобна жизнеописанием каких-то античных божеств. Говоря о робототехнике, о ее перспективах не только в плане каких-нибудь смешных роботов, которые пинают по мячику, а, например, роботов, которые полностью заменят человека во вредном производстве, в опасном производстве, не только будут разминировать какие-нибудь нехорошими людьми заложенные взрывчатые пакеты, а будут, например, настройки выполнять что-то. Они чужды человеческих ошибок, поэтому машины, созданные роботизированными станциями в двух государствах производят самые лучшие автомобили. Это, конечно же, Германия с Мерседесом и Япония с Тойотом наиболее робот. Робот лишен ошибок, он полностью на всех уровнях производственного цикла контролирует весь процесс. А что касается человеческих качеств, таких как интуиция, озарение, предчувствие, то сегодня оказывается и искусственному интеллекту отчасти их привить можно. Появляются досилии невиданные, молниеносно входят в быт, средства перемещения, например, средства коммуникации, которые позволяют сделать то, что еще 10 лет назад казалось совершенно невиданным, доступным только в качестве какой-то странной игрушки, только особо богатым людям. И это сегодня приходит в нашу жизнь, облегчая кому-то, кого-то спасая, на самом деле, когда люди в диких условиях, получив травму, могут вызвонить к себе спасательную команду или позвонить на окраинах города по сотовому телефону вызвать полицию или снять, например, факты коррупции или произвола чиновнического или полицейского для того, чтобы в будущем предотвратить это. Много чего современная техника, наука, современные технологии, современные гаджеты дают. Это фантастические просто перспективы, которые касаются в особенности развития детей, которые живут в мире информационном, поскольку они сразу в него входят. Их разум работает по-другому, более гибко, поэтому они схватывают на лету те реалии, которые мы до сих пор не понимаем. Ну как это информация? Что такое информация? И как она сама по себе развивается? А дети на интуитивном уровне все это очень быстро схватывают, подхватывают и готовятся к тому, чтобы стать, чтобы относиться к роботам, к искусственному интеллекту. Ну так же нормально и прагматично, как мое поколение относится к мобильным телефонам. Но, увы, не все так просто. Потому что далеко, не всегда все так безоблачно, как я это обрисовал. И научное видение мира обязательно должно оснащаться научной этикой. А если мы просто берем элементы современной науки, выдергиваем их из гуманистического контекста и помещаем в какой-нибудь другой контекст, то могут быть совершенно страшные вещи. Например, чудовищные, бюрократические, неувязкие и просто потрясающие по своему размаху халатности, ошибки, которые были считаются были показателями вообще в всем советском обществе, которые сокрушили, почему говорят, что с Чернобыля стал разваливать Советский Союз, потому что он обнажил такие именно социальные проблемы, не технические. Это была одна из самых лучших и самых защищенных ядерных станций в мире вообще. А перебрасывание ответственности с одного на другое, украсть государство, значит, не украсть, плеть и обуха не перешибешь и прочие. Все эти нюансы рабского мышления, которые привели к грандиозной катастрофе сначала в стране, а потом из страны. И то, что происходит у нас и сейчас, что если одна из самых богатых и самых мощных корпораций может в коме целую реку грандиозную превратить в чудовищную кошмарную помойку и уничтожить весь русский север, а потом просто откупиться, отбросив от своего прибыли крошечные кусочки в виде каких-то сотен миллионов долларов, как на норильский никель это сделал, то значит это говорит конечно же не просто в данном случае крах биосферы, крах экосистемы русского севера показывает нам крах экономический, потому что если перефразируя Маркса перед выгодой в 200% никто не остановится перед убийством родной матери, перед чудовищными несопоставимыми ни с чем барышами компания не становится, не только перед тем, чтобы реку уничтожить, весь русский север, а тем, чтобы все леса вырубить, уничтожить все легкие планеты и все прочие иллюзии, которые закончатся постапокалиптическими чудовищными фантазиями в духе эквилибриума, элизиума, элизиума. Катастрофа, например, на Камчатке, которая привела к тому, что, как сказали официальные лица государства, они просто все умерли, непонятно откуда взялись вредные вещества, которые считалось до последнего времени, у него можно все, что угодно сбрасывать, он покрывает большую часть планеты, поэтому в нем все растворится, но умудрились такую гадость сбрасывать, в такой концентрации, что даже не растворилось, и даже те животные, которые живут на самом дне, куда особенно токсина не достигают, даже они массово начали гибнуть, и до сих пор никто не участвует в решении этих проблем, потому что политическая выгода прямо сейчас сохранить господствующее положение, плюс стремление добыть барыш любой ценой, и к этому современные научные новшества, в особенности в современной химии, по уровню развития, которая, наверное, единственная наука, по уровню развития, которой Россия опережает весь остальной мир, во всех смыслах. Так что вот к чему ведет развитие науки безэлементарной этики, которая породила эту науку, что происходит во всем остальном мире, если Запад сегодня озабочен быть экологическим мышлением, а западные сателлиты или подражатели теперь пытаются рассуждать о том, что да-да, нам тоже нужно снизить вредные выбросы в атмосферу и прочее, то огромное количество, миллионы и даже миллиарды людей живут вообще лишенными хоть каких-то возможностей, даже получить экологическое мышление не на жиру, быть бы живу, поэтому сегодня в Европе можно в центре города совершать пробежку в любое время суток, потому что там не ездят автомобили, там чистейший воздух, а что творится в Азии, что творится в Индии, в Китае, в Бангладеше, например, в Пакистане, мы увидим просто кошмарные, чудовищные помойки, и увидим полный развал того, что люди превратили свою страну, а не только свою страну, потому что особенность экологических проблем, они могут в одном месте возникнуть, но затрагивать весь остальной мир. И если коснуться другого совершенного измерения, то без изменения ума, значит, то, что Элвин Тоффер назвал футурошоком, когда не в состоянии человеческий разум справится с теми откровениями, которым современная наука и техника его подводит, и тогда он идет, мстит, используя эту науку и технику, и ту среду, которая их породила, для самоуничтожения этой среды, причем даже для самоубийства в этой среде, осознавая свою неликвидность жизни, моего образа жизни, например, в данном случае, это исламского фундаментализма в нынешних реалиях. И зачастую действительно мы видим, что современные дроны или какая-нибудь другая современная военная техника, взятые людьми без элементарных каких-то основ отношений уважительно другому человеку, или совершенно наоборот, с представлением о том, что убивая какого-то нехорошего кофира, я получаю возможность бесконечного совокупления в раю с семью и десятью девственницами, значит, за то, что я определенное количество людей укокошу, здесь просто современными средствами уничтожения, и чем больше я укокошу неверных, тем больше людей я смогу с собой взять туда калаху, ну, конечно же, такие представления дают нам совершенно чудовищные социальные реалии, в которых мы с вами сегодня существуем. Когда 80-летние головорезы в центре Африки хвастаются десятками взрослых жизней, которые они отняли, и когда они имеют самое современное боевое оружие, которому, наверное, кому-то надо в нашей стране этим похвастаться, занимает одно из первых мест в мире по экспорту этого вооружения вот этим пацанам, для того, чтобы они... Сэр Пол Маккартни будет исполнять благотворительный концерт, чтобы у них в деревне выкопать колодец, и чтобы они впервые за 5 тысяч лет смогли напиться воды, а своими силами они производят только смерть, ужас и убийство, вот к чему это приводит, это неравномерность распределения ресурсов. И до сих пор беженцы, голод, война являются нашими спутниками нашей реальности, зачастую лояльность каких-то диктаторов в стране обусловлена только одним-единственным фактором, они эксплуатируют тему войны и показывают страшные картинки, и постоянно нам повторяют, у нас будет то же самое, потому что война будет, а я вот вас до войны не довожу, только я вас спасаю и держу. И это отчасти, к сожалению, действительно так, потому что совсем недалеко от нас мы видим такие ужасные картины, как из самого, понимаешь, мрачного средневековья. И когда все это вместе, дыры в современной экономике, в современном сознании, хамство по отношению друг к другу элементарное, когда по просьбам человека в маршрутке надеть маску, поскольку он предоставляет опасность для меня, человек тот воспринимает как вызов в отношении себя, поскольку я нарушаю его, понимаешь, свободу, свободно кашлять и возможность заражать меня. Вот мы все это вместе объединились, политические, экономические, самое главное ментальные проблемы, наше хамство, наши неготовности, наши средства доставки, наши самолеты, наши технологии, наши супермаркеты, наши автомобили стали способом для передачи кошмарной, чудовищной заразы. Поэтому в современном мире важна, как и всегда, не сама наука и не сама техника, а то, для чего все это нужно. Супер-мотивация изначально действует. И ученый сегодня, прежде чем обнародовать свои данные, прежде чем приступить к исследованию, он должен задаться тем же вопросом, которым задавался еще Исаак Ньютер, которым задавался еще Галилей, кому это нужно, кому от этого станет лучше, кому от этого станет светлее и чище. Это не значит, что если он не ответит на этот вопрос, он перестанет заниматься своей наукой. Будет, но он будет изначально заниматься и так, чтобы мир стал более счастливым, более радушным, более удобным для нас. А именно в этом и состоит смысл существования каждого из нас двуногих, в том числе изученных. Это была лекция, посвященная теме «Научная картина мира». Напомню, что картина мира это не только количество гаджетов или устройств, которые влияют на нас, но также и то, как они помогают нам сделать нашу жизнь более счастливой и радостной и сделать нас самим более могущественными людьми, в первую очередь в области морали и нашего отношения к другим людям. Всего доброго!